Кого? Право не умеете? Туда уже некуда пихать. Туда некуда пихать. Я туда хочу, я и хожу, я депутат, понятно? Надо меня толкать, пожалуйста. Вы меня толкаете. Вы меня толкаете. Вы меня толкаете. Это вы меня толкаете. Давайте в автобус сглажаем. Мы сзади, я в автобус пойду. Вы не справа, понял? В автобус. Какой сзади? Не трогай, не трогай вам. Давай санкцию кокурора города. Максим, расскажи теперь, как там происходит? А вы сами не видите, что происходит? Ну, объясните. Ну, четвертая, наверное. Ну, пока безуспешно. И что происходит здесь? Происходит, с моей точки зрения, немотивированное, незаконное задержание граждан, которые могли бы, на самом деле, если бы соблюдали дух закона, дали возможность бы высказать свою точку зрения. Такой возможности не дают. Власти просто пытаются сделать вид, что все прошло хорошо на выборах. Это ложь. Выборы в Петербурге грубо фальсифицированы в очередной раз. И люди высказывают свою точку зрения и на это имеют право. Депутаты законодательного собрания от фракции Яблок и КПРФ пытаются способствовать возможности мирного волеизъявления граждан в смысле собственной позиции. Такой возможности нам не дают. Но, к сожалению, я не знакомлюсь с одним новым, ничего не могу по этому поводу сказать, кроме того, что принципиально ничего в действиях полиции не поменялось. По-прежнему полиция обслуживает не Конституцию и не защищает права и свободы граждан, а обслуживает правящую группировку. Неважно, кто там во главе, Путин, Полтавченко, не имеет значения. Вы будете обсуждать это на заседании парламента? Обязательно. Обязательно. То есть это как будет? Выражен какой-то вот недоверие? Ну, могу сказать, что через среду, 7 марта, заседание в Советском Собрании не будет, но 14 марта заседание будет точно. Проект постановления, внесенный депутатами Резником, Ковалевым и Воронцовым, точно придет в повестку дня. Не знаю, я надеюсь, что наши коллеги из фракции «Справедливая Россия» и КПРФ не откажутся, но я даже не откажутся, фракция «Яблоко» не откажется. Мы требуем вызова вице-гуминатора Тихонова и обсуждения всех этих вопросов в самом жестком режиме.